Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Пошла по стопам мама Да, папик? Девочки, умеется Сейчас вспомнилась о Крыме О горах, и так захотелось в горы Хотя, мы знаем, тут тоже есть горы Но по ним не забраться Там джунгли такие Скоро с кем-то фотографией Я недавно фотографировалась на скалах Вообще, там такой был вид Я тоже чувствовала свободу Очень красиво Океан Большие скалы И были волны Эти волны разбивались о скалы Здравствуйте, Анастасия Сестер и братьев Ну, смотрите Те, которые двоюродные Их у меня 7 А троюродные В общем, у нас очень большая семья Очень много братьев, сестер Прям родной у меня старший брат И младшая сестра У нас трое в семье Да, Ромик, получила фото А где ты их взял? Вот И получается по маминой линии От сестер у меня мама старшая И от сестер у меня брать сестра И от Аллочки две сестрички Как погодка была утром Днем очень жаркая А сейчас прекрасно Сейчас обдувает ветер И прям кайфово даже Знаете Проводили лобное И было прохладно Да, я, кстати, очень хочу Чтоб у меня тоже была большая семья А, в одноклассниках? А у меня там нет в одноклассниках Я не зарегистрировала А, это, наверное, еще старая Да, страничка вообще Которая осталась Я даже пароль не знаю Я не буду в одноклассниках вообще Года три, наверное Ну да, три года я в Москве Четвертый год Вот Я вела в Тиеви Последний раз Где еда вкусные Дома Дома у сестры Дома у бабушки Дома у тети с дядей Дома у сестры Вики Которая Вот Не, ну тут на самом деле Вкусно готовят Я так понимаю, что Скорее всего Повар русский Нам даже готовят О, представляете У нас начинается дождик Я так понимаю, что Повар русский Очень вкусно готовит Очень давно Так же у нас был Сейшек классно Сейшек кайфует Роет ям Мы ему говорим Сейшек ищи крабов И он находит дырочки Где живут крабы Разрывает огромную дыру Яму И влазит прям полностью Мордой в эту яму Тем, привет Соколов Тоже привет Сейшека подкармливаем Мая этого года Нет Тут, наверное, кто-то взломал Моя страничка Страничку Украинский борщ А я какой Сказал красный Ну да Украинский борщ Но все равно Так как готовят Украинский борщ В России не готовят Или просто Мы так вкусно готовим Хочу Чизкейк Вики Викин Очень сильно Я по нему Так страдаю Скучаю Вернее Особенно со сгущеночкой Шестнадцатого года Шестнадцатого года Ну, может быть Не знаю Да, там фотки с Европы Классные Я потеряла В интернете Вот Телефон Надо Выставить Будет В парочках Воспоминания Ставить Европу А кто где Был В Европе Мы как-то Компания Собрались И поехали В пятнадцатом году Это было В Германию На Октоберфест Фестиваль пива Да, да Ну, с Викой Договорюсь Но, мне кажется Она такой чизкейк Не для каждого Приготовит Ань, прости Так вот И У нас была Компания Шесть, по-моему Или семь человек Мы приехали Там отдельно Строится город Город в городе Да Там были Нереальные Аттракционы Я покаталась На самых бешеных На чертовом колесе На американских горках Я вышла У меня От страха Слезы текли Да, Ромочка Перекинь, пожалуйста Вот Очень прошу Тебе Вообще Все поперекидают Которые там есть В Одногласниках Одна была горка Восемьдесят восемь метров Там не горка Такая Такой столб По кругу нее Сидушки И вот Тебя поднимают На восемьдесят восемь метров Задерживают Получается Я не знаю Сколько мы сидели Но от того Что мы на такой высоте Уже дух захватывал И потом В неожиданный момент Резко опускается Я Открыла рот Я даже не смогла Крикнуть У меня настолько Перебилось дыхание Настолько Мой адреналин Вот тут Где-то встал В горле Ком Я даже не могла Произнести звук И такая же была Такой же был аттракцион Только там было Шестьдесят шесть метров Там где восемьдесят восемь Один раз Ого ром Если тебе будет скучно На работе То я жду фотографии Там где шестьдесят Шесть метров Три раза тебя поднимают С неожиданными Паузами И три раза опускают Но восемьдесят восемь Она знаете Это мгновенно Как-то не так ощутимо Наверное А когда Шестьдесят шесть И три раза Это ты понимаешь Каждый раз Тебе все страшнее И страшнее Это был На такой выброс Адреналина Я вот очень хотела Была попасть Обратно На октябрь фест Прокатиться На этих бешеных Аттракционах Ну и в итоге Мы Побыли там Четыре дня В Германии И все решили Так Дружная компания Так как мы В Европе Почему бы нам Не побывать В других городах Получается После Мюнхена Мы поехали В Париж На Елисеевские На Елисеевские поля Ну Ром Смотри Там ты сильно Не заморачивайся По возможности Если будет удобно То я буду тебе Очень благодарна Вот На Елисеевские поля На башню Эйфелевую Артем Я не пила пиво Я не пью Алкоголь Да Но там действительно Ходят девчонки С там я не знаю Шестым размером Груди У них В одной руке По минимуму Четыре-пять бокалов Литровых На секундочку Литровых Огромных бокалов Сам бокал Да Тяжелое Толстое Стекло Плюс еще Литр пива Как они Я не знаю Мне кажется Так очки Не вынесут Столько носить Там я ела Барабульку Я ела там Колбаски Это было Очень вкусно И мне кажется Я за 4 дня Набрала Килограмм 10 Вот Париж Париж Вообще Там знаете Пропитан Воздух Парфюмом Дорогим Там Очень такой Вот Это реально Романтический Романтический город Где надо приезжать В паре Потому что Вот Как-то Прям Беет Любовью После Парижа Мы поехали В Амстердам И Амстер Амстер пропитан Город Нет Днем Днем Ты гуляешь По улицам Там такая Крусчаточка Маленькие Узкие Улочки И у них Дома Не в ширину А в длину Потому что Очень дорого Стоили Квадраты Квартирные Их делали В длину И рассчитывали В ширину Квадратный метр И за счет этого Их делали В длину Они такие Знаете Как коридорчики Получались Дома Все разноцветные Все в цветах Все в тюльпанах И вот Идешь по улице Днем гуляя Спасибо Мой большой Папик Да Накачались И вот Идешь по Амстердаму Днем И знаете Такое ощущение Что сейчас Выйдет Лошадь С каретой Вот прям Такие Старинные Эмоции И чувства А ночью Город Наполняется Разратом И В общем Плохими моментами Но очень красиво Была на улице Красных фонарей Снимать Там нельзя На камеру На все Если там Получится Разделяются Эти Там двухэтажные Такие дома Почему улица Красных фонарей Девчонки стоят За стеклом И они горят Красным цветом Да Эта лампа Красного цвета И получается Что красный цвет Горит И по двум сторонам Эти домики И канальчиком Разделен Там плавают Красивые лебеди И если увидят Что ты снимаешь На телефон Телефон Полиция Охрана Сразу забирает И прям выкидывает В этот канал Я представляю Сколько там Телефонов Потому что Каждый пытается Снять Но я сняла Я делала вид Что я разговариваю По телефону А у самой Была включена Камера С Амстердама Мы поехали В Ниццу Очень прикольно Там дома Построены В скалах Прям Очень красиво Мы там Побыли пару Правда днев Из Ниццы Мы поехали В Монако Ром Так ты Если ко мне Приедешь на защиту Мне кажется Разбежится Весь дом Только Твоего Грузного вида Я думаю Что пока Все нормально Я Завтра Попробую Пораньше Вас набрать Поговорим С Ниццы Мы поехали В Рим Тоже Очень красиво Древний город Очень красиво Побывали В замке Цезаря Круто Крутая была Очень поездка Получится Поехали мы На 4 дня В Европу А задержались На 2 недели Очень было Классно Набрали Столько всего Там У нас был Микроавтобус Был полностью Забит Вещами Макаронами Сырами Всякими Аптечными Там Моментами Таблетками Все это В Европе Натуральное Очень строго За этим следят В общем У нас Мало того Что была Вся машина Еще на машине Был багажник Клодка Она смотрится И он был Полностью Забит Нас когда На таможне Проверяли Мы там Просидели Очень долго Потому что Было Очень много Всего Набрано Ну ладно Мы Получится Приехали В Германию Смотрели По погоде Там Должно было Быть градусов 10 Приезжаем А там 4 градуса Мы там Покупаем Себе Куртки Приезжаем В Париж Там Более Ленение Мы куртки Снимаем Приезжаем В Амстердам Вообще Раздеваемся Приезжаем В Митсу Бегом Бежим За Побежали За шортами И майками Потому что Там была Нереальная Жара Такая Знаете Смена климата Такая резка Но очень круто Очень запоминающий И Хочется Туда вернуться Еще раз Ромчик Ромчик У вас там Тепло Вы еще Кайфуете От тепла В Москве Снег Уже Второй день Говорят Продолжение Пахуала Переживает Все Романтики Драйв Вот Да Вот Он Устроил Мне Знаете Как будто Романтическое Свадебное Путешествие Мы прилетаем На этот остров Нереально Он просто Я вам не могу Передать И там Стоит шатер И стол Где Лежат Все морепродукты Лангуст И вообще Так все Так красиво Нам играли Музыку На скрипке Это Прям Как в кино Было Очень круто Потом Представляете Там Один Вот Один выезд У нас был В Доминикана Кататься На вазиках На наших Старых Вазиках Организатор Этих Этого Отдыха Так Назваем Он Учился В Рязани Он сам Леночка Привет Он сам Из Кубы Учился В Рязани На ВДВ Как бы Знает русский Язык И вот Он перетащил Получается Туда Вазики Набрал Группу У нас Было Десять Вазиков И мы По горам По этим Джунглям Катались Потом В итоге Мы тоже Забрались На гору На этих Вазиках Вообще Как мы Забрались Хорошо Ромочка Я тогда Завтра Наберу И попробую С ней Поговорить Привет Привет Надо будет По видео Чтобы я Ее Видела И тоже Не мой Не мой Вариант Абсолютно Не мой У них Как раз Не подходят В отношениях Ксюша Ксюша Мужик А он Девчонка Там Нормально Все Не будем Лешать Ребятам Все Он Урун Большой Потом Доминикана Вот Маленькие Самолетики Которые Мне кажется Вам не кажется У них У двоих Там Сихические Отклонения Но Я не знаю Может быть Это она На него Так Влияет Но Это Тоже Ненормально Абсолютно Доверчиво Да Возможно Просто Ой У Юлечка Хочется Верить Людям Не хочется Ждать Подвоха Да И как бы Жить И наслаждаться Жизнью А получается Что Когда ты Начинаешь Общаться Ты ему Сразу Не веришь Но Это тоже Некая В общении К сожалению Добрый вечер Вам Ну как-то Как-то Так Я за правду За справедливость А как она Так Увидела Видела Это В инете Да Блин Ничего Передать Что крестное Все хорошо Ну я завтра Наберу Я с ней поговорю Пусть не переживают Главное Крестное Все Крестное Сильное Она выдержит Все Ты скажи Что Это Что Слабые Всегда Нападают На сильных Просто Сильный Человек Знает Себе Цену Бренд Ольга Рапунцель Никак Не отношусь Я вообще Нет Даже Не то Что Никак Ну Это тоже Мне кажется Люди Люди Отклонениями Там Знаете Я так скажу Что У Оли Есть Мне кажется Факт Некая Шизофрения А Дима А Дима С кем Поведешься Так Тебе И надо Вот так Потому что Ребята Рассказывали Которые Уже Давно С ними На Проекте Они Говорят Что Дима Таким Не Был Если Оля Изначально С отклонениями То Димка Был Другим Да Он Разнообразный Он Человек Эмоция Поэтому Нет Ну Почему Ухожих Она Уже Замужняя Мать Она Бренд Проект А Уже Все Уже Не Раздвигает Рогатку Что За Драка Ксюше Самое Интересное Ребят Вы Сегодня Наверное Видели До этого В эфире Что Они Оскорбляли Друг друга Унижали Женя До последнего Говорил Что Лея Мне 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 Спасибо Юлечка Большая А потом В итоге Они Помирились После Роломного И Она Жене Говорит О том Что Если Я Зайду К Нем В Комнату Она Меня Уничтожит Что Самое Интересное Женя Меня Об этом Не Предупредил Они Ждали Этого Момента Оба Им Это Было Видимо Норма А Я Понезнанку Дела И Зашла На Свою Голову И Получилось К сожалению То Что Получилось Блин Маленькая Моя В На Утро Мастер Опасняться Скажи Что Красное Перед Расскажи Что Это Было Понарошку Вот Так Давайте Сделаем Так Что Это Была Неправда Может Быть Она Успоко Ну Что Успокоить Ребенка Ты знаешь, мне кажется, это будет невкусный шашлык, он пропавший с гнилой. Но это уже не мне решать, это решать коллективу. Такие вот они оказались люди подлые, очень сильно. Шашлычак. Ну, Рапа и Дима, они хоть не бросаются на людей, извините, как бы они могут словесно, да, конечно, там неадекватно себя вести, но... Семь дней. Ровно семь дней. Хорошо, я сама с ней поговорю. Разницы никакой. То, что вы в эфире видите, это и есть эфир, это и есть реальность. Только промежуток, если вы это имеете в виду, то промежуток ровно семь дней. Я так скучаю по своим ровным волосам, прям хочется, знаете, рукой проводить, чтобы они такие были ровные, гладкие, они не кучерявые или пушистые. Ну, это, знаете, возмещается, да, проектом я ходила, о, это, в Москве я ходила с ровными, а здесь с кучерявыми, это взаимозаменно. И да, он прошпорил его в углу. Кстати, кожа в отличный вариант. Надо завтра выплыть в открытый океан и договориться с акулой. Ну, ничего, я же тоже еще та акула на зубок и раз, и все, перекушу. Привет, Виталик. Да, очень, очень ситуация, конечно, меня подкосила. Да, я кучерявая, если влажная погода, да, я прошусь, остановлюсь кучерявой. А здесь именно влажность повышена, поэтому здесь и кучерявая. Вот здесь, знаете, я выровняю волосы в бунгало там с кондиционером, и чтобы они были ровные хотя бы 5 минут, ну, вообще, чтобы они были ровные, мне просто нельзя выходить с бунгало, и то они придаются объему, пышность появляется все равно даже в бунгало. И только я выхожу на улицу 2 минуты, и все, я опять кучерявая. Кучерявая. Я стеснительная. Нет, не хочу сделать кератирование, объясню почему. Да, не будет, но смотри, каждая волосина, да, обволакивается, и она становится тяжелее, толще и тяжелее. И когда у тебя растут волосы, твой корень идет тоньше, чем длина, чем сама волосина, на которой уже есть кератирование. И за счет этого, из-за тяжести, они прямо от корня отламываются, да, и получается, что еще больше вредишь волосам. И после того, когда смывается кератирование, волосы становятся еще хуже, чем были ранее. Не советую, не рекомендую, потому что только навредишь волосам. Папик, я вас очень люблю, вы, главное, не переживайте, у меня будет все хорошо, сейчас все наладится, и будем идти дальше. Я вас тоже очень сильно люблю. Завтра утром всех зацелую и скажи малышке, что крестное ее вечером наберет. Да, прямые я люблю больше, все верно. Кожух, я тебя обожаю. Спасибо вам большое за поддержку, я очень рада, что у меня такие друзья, которые всегда мне помогут, не только когда у меня все хорошо, но и когда у меня все плохо. Ромчик, я тебя люблю. Спасибо, Леночка, мне очень-очень приятно, и я даже улыбаюсь сегодня. Что было вам еще по истории рассказать о жизни? У меня их на самом деле очень много, у меня безумно насыщенная была жизнь. Вы знаете, кстати, вот одна из застоев моего начинания взрослой жизни. Анечка, и тебе большое спасибо. Конечно. Когда я закончила школу, моя тетя, тетенька, предложила, ну, как бы мы, я и планировала поступать на юридический, но она мне предложила... Пусть и... Хорошо, Ром, кстати, вот он, я как раз около него, смотри, сразу, оп, и занырнула. Ой. И, значит, тетя мне предлагает, чтобы я поступила заочно и пошла работать сразу в суд. Так, и вышла, я закончила. А мы знакомы? И, значит, я закончила первый семестр, первую сессию сдала, и иду устраиваться на работу, на собеседование в суд, к судье. И, знаете, у меня почему-то была картинка того, что, наверное, может, как-то по фильму, я не знаю, по какому-то, что судьи, они такие мужчины уже взрослые, такие, знаете, там, толстые, некрасивые, я думаю, блин, а я истеп по натуре, я люблю красоту. Иду и думаю, блин, это же какой-то там толстый, некрасивый, взрослый дядька. Вы не поверите, я захожу, открываю к судье, открываю двери, и передо мной сидит... Ну, на тот момент мне было 17, ему был Андрею Викторовичу 3-4 года, по-моему, красивый такой, прям парень вообще обаятельный, ну, мужчина, мужчина прям обаятельный, он не высокого роста, по-моему, может быть, меньше меня, у меня метр семьдесят пять, или такой, как я, или не чуть ниже меня, но обычное телосложение, такое не толстое, и я офигела, так думаю, уго, бывают такие судьи. Это был Андрей Викторович, мой первый судья, который многому мне научил, он, правда, терпелся со мной, я могла, ну, представляете, 17 лет, я из Горловки приехала в Донецк, к тете жить, она жила у тети, ну, как бы, у нас очень такие с ней близкие отношения, и она мне понимала, просто старшая сестра, и многое мне позволяло, ну, понятно, что должны были быть рамки, субординация, ну, там, допустим, хочу пойти гулять, вообще не проблема. Я могла, там, с ночного клуба прям прийти домой, переодеться, там, переобуться, и идти на работу, и решения суда читаются, читались всегда стоя, и вот мы становились, и, знаете, становилась, и спала, пока там, уже зачитывалось, зачитывалось решение суда, или приговор, у меня с Андреем Викторовичем тогда говорили, говорит, я тебя скоро уволю, говорит, или запрещу тебя гулять, говорит, каким-то образом. Было очень прикольно, вообще, я была там самая молодая, 17 лет вообще, прям, ребенок, все такие, там, уже от 25 и выше, но, как бы, для меня там, все равно были постарше, ну, да, и они, все время с меня смеялись, и говорили, ну, расскажи какую-нибудь историю, говорит, как ты сегодня была, а потом они уже со мной начали ходить по ночным клубам, потом мы тут нормально подружились, вот до сих пор общаемся со многими. Как я училась в школе, по-разному, значит, мой классный руководитель, Инна Ивановна, она была по русскому языку, литературе у нас преподаватель, и вот, знаете, я там, начало школы, я все, начало года, я учусь, там, начинаю там учить, там, оценки, все, потом мне, потом, мне надоедает, мне уже неинтересно становится, ну, и, соответственно, у меня начинаются там двойки, тройки, и вот Инна Ивановна, у меня мама ни разу не была в школе, два раза, это было на первый звонок и на последний звонок, все, больше моей мамы в школе не было, но была фишка у Инны Ивановны, она звонила маме и говорила вот такое предложение, Светлана Владимировна, скорая помощь, и все, и Светлана Владимировна мне вставляла такой втык, мама, что я потом, ну, соответственно, переставала и предметы, по которым у меня были тройки-двойки, я опять выходила на уровень 4-5, но закончила один, аж классно, без одной тройки, но вот, знаете, из-под палки, я копия папа, даже не папа, ну, папа, но больше, наверное, папина мама, вот вообще прям, один в один, у меня рост волос, как у нее, у меня морщины ее, вот прям все, 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 она у меня полька, чистокровная, она была в молодости, но она мне сейчас очень, вот 73, я помню сейчас, она очень красивая, у нее такие, знаете, мелкие морщинки, которые, ну, не ярко прям такие выраженные, она, ну, у меня вообще генетика, что по маминой линии, что по папиной линии, очень классная, и папина дочка, да, 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 с мамой тоже, мы коротко разговаривали, там больше Жени еще был разговор, с Женей еще короче был разговор, у меня строгая очень семья, была у меня мама строгая, у меня очень строгий, но у нас, у меня такая семья, и нас знали весь город по маминой линии, мой дедушка занимал очень высокий пост, у меня бабушка занимает до сих пор хорошую должность, и как бы я выросла в такой правильной, наверное, правильной и строгой семье, ну, это, наверное, и хорошо, хотя, когда дети растут строго, то они там могут потом пойти по наклонным, но нет, нет, я пошла по прямой, по коридору, ты помнишь, можно мне на улице, когда я, у меня было такое правило, если я опаздываю на одну минуту, на сколько минут я опоздала домой, вот у меня было время там в 9 быть дома, вот на сколько минут я опоздала домой, значит, только дней я сижу дома, и вот Аня вспомнила, да, историю, что это, насколько ты опоздала, и Аня пришла меня отпрашивать, говорит, ну, отпустите Олю погулять, и отец мне говорил, а у меня коридор 7 метров, чтобы понимали, длиной, И он говорит, ну идите по коридору погуляйте. И так мы и гуляли по коридору сами. Как бы вам еще историю рассказать? Слушайте историю, как мы приехали в Киев с сестрой. В общем, все, мы там разговариваем о том, что надо из Донецка переезжать. Да, и на Старе Киев согласна. Годы молодые, бешеные. Значит, мы с сестрой решаем переезжать в Киев. У нас там, ну он больше мой знакомый, Саша его зовут. Он сам из Горловки, но на тот момент, это был 12-й год. Или 11-й, в 12-м мы переехали, я не помню. Да, 11-й год, в 12-м мы переехали. По-моему, так было, я уже не помню. Он на тот момент уже жил 10 лет в суде. И, ой, в суде, господи, что я говорю. Жил в Киеве. И он как раз приехал в Горловку, мы его там встречаем случайно. Пошли пить кофе, ну и как бы рассказывал ему то, что мы хотим поехать, переехать жить в Киев. Он такой, давайте, девчонки, вы там молодцы. Вы такие пробивные, у вас все получится, приезжайте. Вот как соберетесь ехать, я вас встречу, я вас там себе поселю на пару дня. У него уже квартира на тот момент была своя. Говорит, я вас поселю к себе, пока вы найдете себе жилье. Там вам 2-3 дня вполне хватит, потому что на расстоянии... Сейчас расскажу про Жеку обязательно. Жеку я же не забуду никогда, мы с ним общаемся, потому что мы дружбан лучше. Потому что благодаря ему вообще все это и произошло в итоге. Сейчас по порядку. Вот. И говорит, я поселитесь, потому что на расстоянии сложно будет искать квартиру. Вдруг приедете, надурите. Ну хорошо, там, Саш, когда соберемся, мы тогда тебе наберем. Ну и тут, в общем, мы решаем, что мы все-таки переезжаем. Вика решает свои вопросы, у себя на работе, я свои вопросы. У нас был месяц на сборы. Я звоню этому Александру и говорю, что, Саш, мы планируем, у нас есть месяц на сборы, там плюс неделя-две, в течение полтора месяца мы приедем. Ну что он мне начинает говорить? Ой, это вы подумайте, вы здесь кроме официантов никем не устроитесь, здесь очень сложно, это вам не Донецк, это мегаполис. Я такой, знаете, послушаю, слушаю, беру телефон, говорю, Вика, мне кажется, где-то есть здесь подвох, что он нас не встретит, что-то он отговаривает. И говорит, да, слушай, какая разница, главное, чтобы он нас встретил, у нас было где пару дней переночевать, пока мы не найдем квартиру. Я говорю, Саш, ну, ладно, это уже не твое дело, кем мы устроимся работать, ты мне скажи, ты нас встретишь, поселишь к себе там на пару дней, примешь в гости? Он, да. В общем, мы берем билет, 24 февраля мы выезжали из Донецка, и 25 февраля утром у нас прибытие в Киеве. Мы ему звоним 23 февраля, как бы поздравить с праздником, и сказать о том, чтобы там у нас 25 числа встретил. На что нам отвечает, говорит, вы знаете, я уезжаю в командировку, мы в панике, а мой дядя, Ромик, он мне за день, да, звонка этому Саше, дает номер телефона своего друга, который там не очень хорошо общается, они там друг другу помогают в свое время, и говорит, что если будут какие-то проблемы, его зовут Женя, сразу обозначу его имя, он говорит, будут проблемы какие-то, или помощь какая-то нужна, ну, как бы, говорит, мало ли что, говорит, столица, здравствуйте, столица, новый город, и, говорит, может, он там вам покажет, ну, в общем, по любому вопросу, звони, и он вам поможет. Я человека знать не знаю вообще, как он выглядит, как я переехала жить в Киев, как он выглядит вообще, что он из себя представляет, и что у него в голове, и я ему звоню, при том, что я дяде с тете не рассказываю эту ситуацию с Саше, потому что я понимаю, что они меня никуда не отпустят вообще категорически. Ее звонят там и Женя, и говорят, добрый вечер, Евгения, я там племянница Романа, ну, и объясняю ему ситуацию, что должны были приехать к другу, и он нас как бы не принял. Говорю, вы можете нам какое-то там жилье, комнату, гостиницу, мы просто не знаем вообще ничего в Киеве. А он такой, ого, говорит, ну, давай, человек за сутки нашел нам жилье, он приехал нас встретить, ай, получается, мы пребываем в Киев, он звонит, говорит, я уже на перроне жду, говорит, сколько у вас чемоданов? Я говорю, 11, он говорит, ну, ничего, мой жигуленок залезет. А он не поверил, что у нас действительно 11 чемоданов. Мы выходим с 11 чемоданами, плюс у нас, нас провожали, нам дали торт, плюс игрушка, он когда видит, говорит, с ума сойти, вы, говорит, что сюда жить, переехали мы, ну, конечно. Ну, в общем, все нормально, в жигуленок его в огромный поместился. Да-да-да, поместился, сейчас мама, папа, девочки. Поместился, поместились наши вещи, он нас привозит, он нам комнату нашел. Ребята, через 3 минуты отключаем интернет. Блин, постараюсь быстро рассказать вам эту историю. Я не могу, я не могу, я не могу, ваши телефоны под гребом. Значит, он нас привозит к Ольге Львовне, знакомит нас с Ольгой Львовной. Ольга Львовна, там нам все в 12, мы дома, мы, да, конечно, обязательно в 12 дома, водой не пользоваться, пользоваться там по времени, 15 минут максимум. Ну, в общем, Женя, Женя нас отвозит в торговый центр, мы покупаем подушки, постельное белье. Стоим на кассе, и заходят взрослые мужчины, женщины, и подходят к нам. А Женя, чтобы вы понимали, женатый человек, у него двое детей. Давайте эту историю на Жене и в супермаркете закончим завтра. Как раз оставим антрижку. Вам спокойной ночи, я не успею рассказать, забираю телефоны. Пока-пока.